Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня вас хочу познакомить с еще одной замечательной женщиной. Ее зовут Татьяна. И она тоже ведет свой канал. Но у нее необычный канал. Как вы заметили, у нее название называется Жизнь чистого листа. Почему у нее такое название? Да потому что, дорогие друзья, она женщина просто позитивная. Она всегда с улыбкой, несмотря ни на что. Так как у нее произошла трагедия, Ну, не трагедия, даже несчастье, я бы сказала, она осталась без ног. И поэтому она всегда, знаете, вот позитивный человек, она улыбается. Она всегда с улыбкой. Все это. Меня просто восхищает. Она не унывает жизни, она продолжает жить дальше. Она держит хозяйство, она держит огород. У нее все, у нее замечательные внуки. Давайте, дорогие друзья, поддержим ее в это трудное время. Когда сейчас в стране такое происходит, для нее это будет хорошим мотивацией продолжать дальше жить и улыбаться. Ей же я хочу пожелать тебе. Желаю тебе огромного-огромного-огромного здоровья. Вот, дорогие друзья, ее на канал. Ссылочку я оставлю в описании. Подпишитесь, пожалуйста, к ней. Вы не пожалеете. Она просто замечательный человек. Я надеюсь на вас, на ваши добрые сердца, что вы подпишетесь к ней и будете с ней общаться. И вы поймете, для чего же она чудесная. Ссылочка, еще раз повторяю, будет в описании. Заранее вам очень благодарна за то, что вы подпишетесь на этого замечательного человека. Всем привет, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. Я готовлю кушать. Поставила варить супик. Воду греться для посуды мыть. И надо еще рожки отварить с курочкой. Что опять случилось? Дорогие друзья, тут мне вчера написали комментарий. Она нас обманывает. У нее есть газ, потому что у нее есть специальный ящик для газового баллона. Ящик-то он есть, но газом мы не пользуемся. У нас нет газа. У нас даже нет газового баллона. У нас когда-то был, но мы его потом отдали, потому что плиты у нас все равно газовой нет. Плита газовая, она не дешевая. А ящик, я в нем храню всякий инвентарь для огорода. Я вам позже вот сейчас кушать приготовлю и попозже сходим вместе с вами в огород. И я вам обязательно его покажу. Да, у предыдущих хозяев, которые здесь жили, у них, видимо, был газ. Они покупали баллонами, видимо. Этот ящик еще от них остался. Поэтому вот так вот. Обязательно вам покажу, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. Если бы у меня был газ, я бы на газу готовила, чем, блин, каждый день эту печку топить. Знаете, как дома жарко? Вот я сейчас готовлю печку, у меня, Настя, дверь на улицу открыта. Да, Катюха? А? Не, я сейчас не буду я прям снять рискать. Не, не буду. Ну, она темная уже, не просила. Ну, потом. Так что вот такие вот дела. Ребята у меня сегодня на улицу гуляют, дома жара. Дверь, Настя, открыта, у меня порточки открыты, все открыто, и все равно дома жарко. Поэтому, когда я готовлю, я просто дверь, Настя, открываю. И у нас дома начинает залетать с улицы мухи. Некоторые спрашивают, почему у вас мухи? Да потому что мы держим хозяйство, рядом у нас навоз, от навоза всегда идут мухи. Поэтому вот так вот могут мухи быть. Так, зажарку я приготовила. Сейчас просто закипит и буду дальше готовить. Ладно, так что вы далеко не убегайте. Я сейчас приготовлю, мы сходим с вами огород, и я вам покажу этот ящик для газового баллона. Все, сварила я рисовый супик. Вот такой вот он у меня получился. Положила маленьким уже остужать. Сейчас остынет, и позову их с улицы кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита! Также я, ребята, еще тушу овощи. Тут у меня что идет? Капуста, грибы, картошка, морковка, очень много лука. Потому что я лук обожаю просто. И вот две косточки после супа разбирала, и вот две косточки сюда положила. Чисто так, символически. Что якобы тут мясо есть, хотя это просто овощи. Папа достал девчонкам велики, и они катаются. Вот это мой велик, якобы. Машка на велике тоже. У нас еще один велик лежит, вот наподобие такого, только красный. Там на камеру покупать. Тут Маринин велики достал всем. Одесса, это твой велик. Вон Оксана учится на велике кататься. У нас целый велопарк. Папа, что сегодня достал? Раз, два, три, четыре, пять. Пять великов достал, да? О, молодец, Оксана. Там карауль, карауль ее, карауль. Оксана учится кататься. Вот пока так отпускает. Она не умеет. Оксана, тормозить ногами назад. Ты когда вот сейчас возьми ее, держи, вези ее. И пускай она назад педали попробует. Сначала вперед. Крути, крути вперед педальки. Ставь ножки, ставь. А теперь сделай назад. Назад, Оксана. Вот, видишь, затормозилась. Почувствовала? Вот так вот тормозить надо. Давай. Вот, Света учит тут Оксану кататься. Молодец. Машенька тоже вот там учится кататься. Она как бы умеет, но все равно за зиму. Видишь, почувствовала, как тормозит? А ты их отходи. Это вот, который я в том году покупала. Это вот нам наша свекровь отдавала ребятам, дарила. Это она на нем раньше ездила и дарила нам. Егорке она дарила. Да, Света? Она же Егорке этот велик дарила. А Егорка на нем не может кататься. Ему на большой велик. Ну, Оксана тормозить не может. Видишь? Сейчас вот она шмякнется. Не. Оксана, не забывай назад педальки нажимать. Катюша, видите, это с сидушкой. Еще одного велика нам не хватает большого. Вот я если куплю себе его. Потому что одного велика нам не хватает. Чтобы вся семья была на великах. И сидушку вот на велик. Вот как вот там сидушка на том велике есть. Вот такую сидушку нам надо еще. Две или три сидушки, да, нам получается? Так, нет. Марине надо еще сидушку. Я, Оксана, две сидушки получается нам надо еще таких. Но они дорогие. Такая сидушка 3-4 тысячи стоит. Вот так вот девчонки у нас катаются. Давай, 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 давай. Давай. И сегодня у меня девчонки повешали плакат на дверь. Стоп коронавирусу. Фотографию я вам вставлю. Но она все еще там висит. Попозже, может быть, схожу. Молодец, Оксенька, учись. Уже кроссовки достали, в кофтах ходят. Надо кепочки девочки вам подоставать уже. Я боюсь, что ты простынешь. Света, найди, Оксане, кепку. Хорошо? Ну, иди достань ей кепочку, принеси. Чтоб она в шапке не потела. Видите, вот так вот у нас весело проходит день. Машенька научилась кататься на велике. Но ей все равно, она устает тяжело еще. Ее на велик там на колесо менять и камеру. Потом зарплату папа получит. Сказал, купит обязательно колесо. Колесо примерно стоит тысячи две. И камеру рублей пятьсот. Резину там получается надо и камеру. Вот так вот надо правильно сказать. Неправильно я сказала. А если колесо полностью менять, то оно дороже обойдется. Ну, ничего, пока он катается на наших великах и на Егоркиных. Вот так вот у нас проходит день. А, я же хотела вам плакат показать. Блин, извиняюсь, забыла. Пойдемте, покажу. Плакат. Тайсон, привет. Что у нас сегодня девчонки там на плакате нарисовали? Если еще не оборвали, то вот коронавирус заставляет относиться к людям осторожно. Катя, а ты что, не стала фоткаться? Света, а ты так загораешь? В тенечке? Лавочка-то на тенечке. Ой, как хорошо. На улице тепло сегодня. Курей мы уже перевели в летний загон. Ну, на день будем выпускать там их в летний загон. Сейчас я вам, кстати, покажу его. Потому что туда уже я сегодня с петухом даже дралась. Он меня чуть не покусал. Аккуратно, аккуратно. Оксенька, кепочку одела? Вот, давай катайся. Я-то сетечку помыслила. Ну, аккуратно надо. Ванькину машину мы тоже на улицу уже вынесли. И сейчас покажу загон. Саша тут. Ты что, курицу режешь? А, от лап я сегодня тоже у нескольких убирала. Вот сюда перевели мы их. Одна наша тесарочка единственная. И курочки. Сидят. Я сегодня с петухом хорошо дралась. Дорогие друзья, сегодня вы видели, какой Света нарисовала плакат. И мне тут подписчики подсказали. Сделайте флешмоб. Поэтому я хочу сделать флешмоб благодаря Светиному плакату и передать этот флешмоб каналу «Много мама» и каналу «Дневник приемной мамы». Потому что там тоже есть детки, девочки, которые тоже красиво рисуют. От вас надо будет всего лишь показать плакат, принять от нас флешмоб. Ну и будем ждать ваших плакатов. Света нарисовала плакат. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...